Вы можете называть меня идеалистом, но цель в том, что меня крайне волнует проблема в России по затягиванию гаек, потому что страна превращается в экстремальное тоталитарное государство, наподобие Северной Кореи. И дальше так жить нельзя в этом, в семинарнике. Мало того, что еще до репрессионных законов, люди жили не просто в страхе, люди жили в каком-то отчаянии, вели тупую жизнь. Но как-то была иллюзия, что вы на что-то можете влиять. Какие-то выборы были, что-то подобие выборов, там Жирик что-то там говорил. Были какие-то программы альтернативные, независимые. На НТВ была критика власти. Пусть какая-то иллюзия, что что-то можно сделать, что нет безнадежности, присутствовала. А сейчас ее, даже этой иллюзии нет. То есть, ебаный комбинат разбитых сердец, разбитых надежд. По сути, вот это вот сейчас, Россия, скучная, тупая жизнь, ты боишься что-то сказать, боишься какие-то исторические разоблачения сделать. Сколько прецедентов с этой Польшей. Судебных человека оштрафовали даже за то, что он написал и перепостил репост на то, что... Советский Союз напал на Польшу, но 200 тысяч рублей оштрафовали. Только власть разминается. То есть, скоро за какую-либо критику Советского Союза вообще, в принципе, будут дожать. Почему? Потому что власть держится на всей этой лжи, связанной с Советским Союзом. На всей этой лжи, связанной с Адольфом Гитлером. Линия пропаганды о своей значимости. Вот. Что якобы там спасли мир, блядь, от нацизма. Ну, конечно. То есть, на всей этой грандиозной лжи, в принципе, держатся власть, держатся миллионы рабов, олигофренов, которым, в принципе, вообще пофигу на все. Ну, и как здесь можно жить, потому что, в принципе, мы все уже мертвы. Я мертвый. Вот. Я понимаю, что у меня в этой жизни уже ничего не будет. Я ничего не добьюсь. Я умру в нищете. Вот. Умру, возможно, уже скоро. Все, все, все бессмысленно, мать его. Ничего, блядь, не имеет смысла. Колоссально ничего не имеет смысла. Ладно, власть там. Плевать. Это будничные, будничные земные проблемы, там, космические проблемы. Что-то, что такое Земля. Почему правительство скрывает факты о контактах с инопланетянами. Что, блядь, инопланетяне здесь делают с Землей, с землянами. Почему этот сумасшедший эксперимент, мясорубка, мясокомбинат, он продолжается. Почему никто его не остановит. Вот это вот, эти вопросы нужно решать. То есть нужно, а, еще такое, мое высказывание. Think globally, act locally. Думай глобально, действуй локально. То есть все начинается с малого, с переменной власти. А потом уже можно дойти и до разоблачения инопланетян. То есть всех их нахуй разъебать. Вот выгнать отсюда, из области планеты Земля, из правительства. Там инопланетяне везде, инопланетяне везде. Идет след инопланетян. Потому что массовые убийства люди совершают друг над другом. Сами себя практически истребляют. За изучением Востока, между прочим. Только белое человечество себя очень сильно, очень хорошо истребляет. Обратите внимание на эту закономерность. Белые люди себя истребляют просто радикально. А Восток себя не истребляет. Восток очень хорошо живет. Размножается. Тоже над этим стоит вообще-то подумать, задуматься, почему оно так происходит. И каковы, собственно говоря, цели у тех, кто правит мясокомбинатом под названием планета Земля. Продолжение следует...